приветствую друзья приветствую здравствуйте сегодня у нас прошла беседа полтора часа но к сожалению записи у нас получилось по техническим причинам что-то там не вышло запись включена запись была включена она через пять секунд самостоятельно закончился у меня через две секунды самостоятельно закончилась не знаю причем обычно включать обновление поэтому не поняли чего и как надо делать полтора часа проговорили алексей прекрасно отвечал на все вопросы сейчас мы просто я попрошу алексея двух словах сказать о чем он там говорил о чем мы говорили что как он ответил на эти вопросы да начало мы обсуждали именно традиции тибета да то есть почему они сидят в большинстве своем они двигаются в частности существует несколько медитаций существует не сидячая медитация медитация в движении тот метод который описан был касаем значит такие медитации действительно присутствуют и в тибетской традиции когда сильно прыгаешься то есть студент занимает не не удобную позу они находятся продолжительное время потом резко по щелчку учителя значит расслабляется они падают на матрас и расслабляются вот этот промежуток времени когда они расслабляются они получают определенное успокоение да безмятежность и так далее которая в европейском даже слово это это у нас в европейском так звучит но если мы возьмем санскритское общепринятый взгляд на слово нирвана да где просто безмятежность спокойствие отсутствия каких-то стрессов то здесь выражение нирвана подойдет в данном случае хотя у нирваны само есть и множество других релаксации ну да 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 мы еще говорим об этом да что то есть мы берем европейский термин и рассматриваем его в ключе общепринятого взгляда не философского подчеркну общепринятого взгляда на само слово то есть санскрит это переводится именно так релаксация спокойствие безмятежность там и так далее вот традицию рассмотрели тибета да как как они живут что они живут они конечно в отличие от нас намного медленнее потому что жизнь их размеренно и огромное пространство делает их сознание все-таки таким большим и спокойным никуда они не спешат вот как мы здесь немножко о супруговской жизни в тибете ну а во всем не расскажешь ну и частности ответы на вопросы там по поводу шам значит дело в том что когда кто-то пишет потом вот там добраться ли релик там до шамбала и так далее шамбала это не география шамбала это состояние ума есть определенные как это называется на данный момент да я сегодня вспомнил андрей стрелков переводил как раз источники по шамбале чтобы попасть шамбалу необходимо выполнять определенные степени стадии медитации с помощью которых ваш ум проникает то место где находится шамбала но не в географии а в уме то есть это состояние ума шамбала так же как и все наш окружающий сансара мирланд это все есть на ум это все есть проявление нашего ума нужно думать что туда можно попасть на конях там не знаю через какой-то портал возможно есть более благоприятные места для той или иной медитации чтобы попасть туда но об этом скорее нужно прочитать вот андрея работе по шамбале если она издаваться если получила свет да и у нас уже андрей стрелков потом по поводу что там как там значит достичь состояния спокойствия там размере устойчивости да тибетской медицине значит рассматривается как лекарственная терапия и физические даются субстанции вот так и рассматривается в образе жизни значит выполнение таких йог как чункоры существует пять видов например существует пять видов чункоров которые контролируют пять видов ветров один из видов ветров сагдзин ветер-детатель жизни он отвечает за наше сознание вот стресс устойчивость будет зависеть от того как контролировать этот сагдзин его можно контролировать или нормализовать с помощью вот этой вот йоги чункоры то есть лечиться можно как лекарством лекарственную терапию используют в лечении того или иного состояния связано с нарушением ума или там разграбленности так и с помощью йог что еще там было подойдут ли методы да бредные методы буддизм и нынешнему постоянному людям в наше время когда он на путь скорости и так далее у человека не меняется мы об этом как вот сегодня много раз говорили да и выражение звучало все люди одинаковые то есть люди прошлого одинаковые так и сейчас у них ничего не поменяло у них также состояние ума связано напряжением все те же проблемы коротко да и со времен не знаю там воинской империи хлеба и зрелищ ничего больше людям большинстве своем не надо об этом мы тоже сегодня говорили что люди очень легенды и отсутствует желание что-либо узнавать новое там ну и так далее нет нет интереса в этом отношении и не та методика которая тысячелетиями существовала на сегодняшний день также применима без проблем в любом в любом месте и повторюсь сколько людей столько и методик контроля ума каждому подходит свое тоже сегодня отпуздали да что у каждого стоит свой взгляд на действие которое он должен совершить на данный момент которым подсказывает там тело или еще что-то вот как раз эти теории мы сегодня отпуздали у каждого есть своя своя дорожка с определенным состоянием расслабления да там релаксации и так далее свой метод и он будет работать безупречно потому что он индивидуалем относительно личности да вот на скорости так мы обсудили значит взгляд на нерву частности взгляд на пробуждение в том числе я лично считаю одного из своих учителей таким состоянием сознания не физическая основа человека моим настоемом познания ну наверное можно считать так как я с ним лично не знаком то есть вопрос задавался именно кем я лично знаком и хорошо знаю например давай волнуем волнуем кто подарим почек также признаются людьми которые достигли состояния пробуждения еще при жизни вот основной источник по которому вся информацию которую вы можете найти люди которым и интересен сам путь это называется лам рим лам рим это один из источников значит это источник буквально переводится как там этапы пути пробуждения пробуждения что-то такое джетсанкапы это гелупинсы желтошова в шапочнике а есть нигмапинская традиция в ней слова моего всеблаговоучительные называется источник патруль он точно написал это все лам рим это путь а рим постепенный то есть постепенный путь пробуждения вот там очень хорошо описано и сансара и нирвана и карма 12 причин и следственная связь значит ады описано да там мир и ады шесть видов мира в том числе и аду эта книга как раз основа постепенного пути состоянию нирваны пробуждения и тогда нирвана без остатка тоже выяснили есть несколько утверждений нирваны с остатком нирваны без остатка еще существует такое воззрение вот как раз нирваны с остатком кто-то поддерживает мнение что нирваны с остатком это как раз не достижение нирваны в нашем физическом теле а нирваны без остатка это когда мы покидаем наше тело хотя я знаю совершенно другую версию этой темы нирваны с остатком это как раз достижение определенного состояния безмятежности и так далее, значит, без хичиты, без желания достичь пробуждения на благо живых существ, без сострадания буквально, да, то есть те люди, которые заботятся только о себе, чтобы достичь пробуждения, они также достигают определенного состояния. А нирвана безоставка – это как раз достижение пробуждения на фоне, именно на фундаменте сострадания. Вот это эти мнения, что в интернете, а что в жизни расходятся. Вот, и начали мы с того, что воззрение у европейцев очень часто связано с тем, что они подтягивают восточное знание, то есть они не переносят восточное знание к себе, вот в том виде, как оно есть, а европейцы именно пытаются адаптировать то, что делается или говорит на Востоке к своему воззрению, к своим словам, к своим мыслям, ну и так далее. Тоже об этом сегодня говорили, и на сегодняшний день, кстати, есть изучение, как себя ведет ум во время медитации, в частности, в практике Тукдам, в процессе умирания, ухождения из жизни. Хасай также знает непосредственно самих людей, которые этим занимаются сейчас, или в Индии, ну, скорее всего, в Индии или в Непале они. Тоже, по-моему, работы есть уже в интернете, всегда можно посмотреть, как чего-то они достигают, что там они делают. Вот. Ну, вот основные вопросы, которые мы опоздали, это, конечно, сама практика, которая используется в буддийских регионах, да, в данном случае у нас Тибет рассматривался, потому что я больше знаком с ним, вот, Минкс рассматривал немножко о своем путешествии в Тибете, о том, какие там традиции, да, с чем сталкивался, по какой причине те или или иные там есть традиции. Ну, что поделать, часа остались лишь нашими и с нами. Ну, наверное, сделаем в следующий раз еще одно занятие, только уже заранее подготовимся, наверное, будут люди, да, как вы предполагаете, и уже будет такая конференция с большим количеством, ну, с каким-то количеством людей, где можно будет вопросы сразу задавать, отвечать то, что будет интересовать. Да, самое интересное, что вопросы задают, значит, они любознательные, и им большое спасибо, любознательным людям, именно любознательность, стремление понять, постичь, задавать вопросы, как раз и делает человека человеком, потому что истинно, мы все, как говорил Будда, если я между вами и мной станет что-то, то, ну, как он говорил, не верь мне, не проверяй, да? Да, 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 все надо проверять. Как ювелир проверяет золото. Не верь мне на слово, все мои слова, проверяй, как ювелир проверяет золото. Да, так что очень хорошо, что у нас есть такие любознательные. Спасибо, Алексей. Я надеюсь, мы скоро встретимся. Вот Андрея попросим, чтобы он всем сообщил, что скоро будет наша встреча, и что она будет более такая, ну, прямо будут люди в зуме вопросы задавать, потому что, как сказал Алексей, мы сейчас полтора часа ввели в скайпе беседу по техническим причинам, думали, не могли в зум войти. В скайпе ввели, а в скайп взял и свернулся, там какие-то обновления взял и свернулся. И поэтому вы это все не услышали. Я очень благодарен, Алексей, и всем присутствующим сейчас. Спасибо вам, друзья, за нашу любознательность, поэтому давайте мы скоро встретимся. Вы всех подготовьте, что вот Андрюша сделает объявление, всех подготовьте, чтобы больше и больше людей... Потому что Алексей очень интересные вещи рассказывает. Спасибо, Алексей. Спасибо всем. До встречи. До встречи. Так, теперь я смотрю, как сделать, чтобы здесь не потерялась запись. Да. Вот для этого и нужно проверочные все эти вещи делать, иначе мы все потом опять будем сталкиваться с отсутствием знаний. Остановить запись я сделаю. Остановить запись. Так. Остановить запись.